МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник на каждой улице. В Чувашии готовятся отметить юбилейные даты. В чем секрет счастья? Ответ знают в многодетной семье Суворовых. Как сохранить в чистоте улицы города? В Чебоксарах появятся новые контейнеры для сбора мусора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чувашии находится в Москве. Он принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 550-летия. Основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. Там работает наша съемочная группа. И вот, что они передают из столицы. Культурные мероприятия, крупные соревнования. Праздник должен получиться поистине масштабным. Впереди чуть больше шести лет. За это время необходимо отреставрировать памятники культуры, здания театральных и концертных учреждений, построить и отремонтировать объекты спорта и здравоохранения. Об этом сегодня говорили на первом заседании Оргкомитета по празднованию памятных дат, которое прошло в Министерстве культуры России. В составе Оргкомитета министр культуры России Владимир Мединский, глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель федеральных министерств. Глава Чувашии ознакомился с основными показателями экономического и социального развития республики. Рассказал о мероприятиях международного масштаба, проводимых в Чувашии. В рамках празднования юбилейных дат мероприятия пройдут не только в столице, но и во всех муниципалитетах. Одним из центров празднования станет город Алатырь. Всего на подготовку и проведение юбилейных дат запланировано потратить 25 миллиардов рублей. 8 миллиардов из федерального бюджета, 9 из республиканского. Остальная сумма из внебюджетных источников. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Москва. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Мариной Сильверстовой. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития водохозяйственного комплекса республики. Особое внимание стороны уделили обеспечению защиты от негативного воздействия паводковых вод, а также восстановлению водных объектов до состояния, которое обеспечивает экологически благоприятные условия жизни. В частности, рассматривался вопрос о создании в Цивильске защитных сооружений, отвечающих современным техническим требованиям. Марина Сильверстова подчеркнула, что в Чувашии проводится последовательная политика в области водного хозяйства. Она также отметила существующую высокую потребность в строительстве различных объектов и выразила надежду, что заявки регионов будут поддержаны на федеральном уровне. В рамках года экологии в Чубаксарах началась поэтапная замена морально устаревших металлических контейнеров для сбора мусора на современные пластиковые. Необходимость созрела уже давно. Мировая практика показала многие преимущества такого подхода. Пробная установка евроконтейнеров в разных районах города подтвердила выгодность их использования. Найти разницу между контейнерами старого и нового образца очень просто. Евроконтейнеры оборудованы крышками, отличаются высокой прочностью, им не страшна ржавчина и резкие температурные перепады. Новинки легче железных почти на 100 килограммов. Оснащены колесами, что облегчает их обслуживание и транспортировку. Да и шума при погрузке и выгрузке пластик производит значительно меньше. Совсем немного усилий нужно для того, чтобы переместить их с одного места на другое. А специализированное оборудование на машине не позволит мусору рассыпаться и спрессует его на месте. Результаты модернизации заметны сразу. На улице намного чище, мусор не высыпается на землю. После нас всегда порядок, мы сами убедились. Вы все видите, что там закрыто, ничего не летает, птицы там не разносят, ветер не разносит, мусор по двору. Не лазят туда бездомные собаки, кошки. И в действительности двор становится намного чище и уютнее. Но такие контейнеры требуют особого подхода, более бережного отношения со стороны жильцов и постепенной замены старых машин на новые. На сегодня из более чем 4 тысяч контейнеров на новые заменили всего 300. Главная причина – пластиковые в два раза дороже металлических и содержать их сложнее. Но замена будет происходить несмотря ни на что. Жильцы платить больше не станут. Жилом в секторе будет установлено за счет управляющих компаний и перевозчиков. Сегодня есть предложение перевозчиков, которые вывозят сегодня со двора, предлагают установить свои контейнеры, чтобы они могли работать с этой управляющей компанией. И при этом перевозчики сами готовы вложить. Большинство зависит не от предприятий, не от администрации, а от населения. Если мы хотим жить в чистом городе, значит нам надо всем к этому идти. Счастье в их доме хоть отбавляй. В большом коттедже по улице Надежды вот уже 20 лет Надежду дарят приемным детям. Именно здесь в 89-м году заработал первый в республике семейный детский сад. Слава об Александре и Анне Суворовых уже разлетелась на всю страну. Вместе они воспитали троих родных и 20 приемных ребят. Многие уже встали на ноги, обзавелись работой и своими семьями. Сейчас у Суворовых подрастают шестеро мальчишек и девчонок. В гостях у дружного и счастливого семейства сегодня побывала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Подробности в следующем материале. В этом доме спорится любое дело, потому что берутся за него в несколько десятков рук. Дети из детдома, говорят Суворовы, во всем хорошие помощники. На пособия признаются родители, особо не разгуляющиеся. Чтобы баловать большое семейство, приходится вести собственный бизнес. Только это помогает продержаться на плаву. Приемным ребятам стараются ни в чем не отказывать. Алена Аршинова в гости. Пришла тоже не с пустыми руками. Подарила новый ноутбук. Мышка и роутер. Я думаю, что интернет должен быть доступным. Поэтому пусть будет. И я думаю, что все пригодится. По началу о 20-ти и не думали. Впервые еще в конце 80-х годов Суворовы хотели взять на попечение только одного ребенка. Тогда в их семье уже подрастали трое сновей. Но всегда, признается Анна Викторовна, мечтала о заплетании девичьих косичек и красивых сарафанах. За дочкой приехали именно в детский дом. Но здесь материнское сердце не сдержалось. Вместо одной малышки выбрали двух. И еще троих мальчиков. Мы без детей вообще отдыхательные. Мы все время были с детьми отпуска. Все выходные с детьми проводили. И вот мы решили взять двух девочек. И как раз тогда вышло положение о семейных детских домах. И нам детский фонд предложил оформить первую чувашию семейный детский дом. Большому семейству власти помогли. Из квартиры с легкой руки чебоксарского мэра они переехали в просторный дом. Не побоялись взять себе на воспитание четверых родных сестер. Удочерить девочек вместе другие родители отказывались. Поначалу, когда дети подрастали, было сложно обеспечить их жильем. Приходилось по дешевке покупать старые бараки и ремонтировать их. Благо сейчас государство поддерживает. С мебелью и техникой своим детям помогают родители. Где холодильничек старенький, где пылесосик. Спрашивают. Говорят, мам, когда знавески будешь менять? Я говорю, пасхи. У меня уже знавески на окнах висят. Уже знают, что это окно пойдет в эту квартиру, это окно пойдет в эту квартиру. Наши дети, говорят Суворовы, настоящие сокровища. Живут дружно. Давняя традиция из семьи – летний отдых на берегу Волги. Туда они выезжают сразу на два месяца. Живут в палатках, ловят рыбу и забывают о городской суете. Там весело, мы всегда что-нибудь найдем, там такое необычное. Мы там грибы собираем, потом суп варим из них. Своим детям Суворовы всегда стараются проявить любовь к труду. Школьные учителя ребятами тоже не нарадуются. Девочки даже побеждали в престижных конкурсах. Некоторые находят в приемных детях схожие черты. Сами родители признаются, что у них есть общее увлечение. Вместе любят играть в шахматы. Правда, чаще всего побеждают не ребята, а девочки. Младший сын Павел пообещал подтянуться, сыграть следующую партию. Ему предложила Алена Аршинова. Ну давай, ты еще чуть-чуть подучись, а потом я приду в шахматы сыграю. Давай, будешь выигрывать у меня. Не знаю. Ну давай, попробуй. Таких приемных семей, отметила Аршинова, даже по пальцам пересчитать невозможно. В России их единицы. Суворовы говорят, что дети для них всегда были одушены. За заслуги воспитания 20 ребят родители отмечены орденом. Но никакими наградами оценить это невозможно. Многие их называют героями. Эта семья готова делиться опытом. И можно приходить всем, кто хочет последовать примеру. И действительно, кто хочет подарить тепло своей души. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Еще в Древнем Риме люди осознали, насколько важна экономия земных ресурсов. Первый шаг в сторону их сбережения был сделан в Германии больше века назад. Россия же всегда имела свой путь развития. Многие годы мы не считали, сколько потратили ресурсов и сколько это стоит. Расчеты происходили по нормам потребления. И это не всегда соответствовало действительности. В современном мире эта система давно себя изжила. Именно поэтому установка высокотехнологичных счетчиков стала основой энергосбережения. Принятый в 2009 году закон об энергосбережении обязывает установить в многоквартирных домах общедомовые и индивидуальные приборы учетом. Именно это позволит гражданам получать реальные показания и платить за фактически потребленные ресурсы. Установка счетчиков в Чебоксарах уже подходит к своему завершению. На сегодняшний день на электроэнергию общедомовые приборы учета у нас полностью установлены. На горячее водоснабжение завершили установку года 3-4 тому назад. На сегодняшний день активно ведется работа по установке общедомого прибора учета на отопление и на холодное водоснабжение. В хозяйстве управляющей компанией Эткер 37 домов. Все они уже оснащены необходимыми общедомовыми приборами учета. Следующим шагом должна стать установка индивидуальных счетчиков в каждой квартире. Когда счетчики человек ставит, сразу видно, насколько у него экономия. Она в зависимости от экономии, в зависимости от каждого потребителя, может быть от 20 до 75%. Мы были достаточно довольны. И это все шло форсирным методом. На сегодняшний день у нас уже установлено в среднем по 37 домам 92,7%. Это очень хороший показатель, на наш взгляд. Осталось немного. Мы думаем, в течение текущего года это проблема решить. Общедомовые счетчики не решают всех проблем. Добросовестные налогоплательщики по-прежнему платят за своих соседей, у которых нет индивидуальных приборов. Несмотря на действующий закон, привлечь к ответственности таких жильцов не удастся. Еще многое требует доработок. И управляющие компании готовы решать наболевшие вопросы вместе с жильцами. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. В 2013 году страна отмечает 70-летие со дня битвы под Сталинградом. 2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Легендарная Сталинградская битва считается переломным моментом Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Приблизительные потери с обеих сторон составили около 2 миллионов человек. Это сражение положило начало контрнаступлению советских войск. Поздравляю вас сегодня с 70-летним победой под Сталинградом над фашистской Германией. В этот день Александр Рыбаков особенно волнуется. И сердце стучит сильнее. Каждый год в начале февраля и мая он принимает много гостей. Несмотря на почтенный возраст – 90 лет – всегда лично встречает их у порога. О Великой Отечественной войне Александр Васильевич может говорить часами. Память ветерана не подводит. Перед глазами до сих пор встают годы военной юности. Считает, что воспоминаний хватило бы на целую книгу. В марте 1942 года он поступил учиться в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Но доучиться не удалось. В начале 43-го совсем молодых ребят, курсантов, перебросили под Сталинград. В самое пекло. О войне, конечно, никто не знает. Она такая была жестокая, особенно у нас в Сталинграде. Ужас, скажу. И медное население страдало от этого. Военные вообще. Настояли мы от Дона до Волги. Там были не только, скажем, Краснодарское пулеметно-минометное наше училище, а там еще и Грозинское было, и другие. И, в общем, все около 10 тысяч, это у нас курсантов. И к сентябрю месяца у нас осталось от всех 4-10 тысяч, 1100 человек. Взрывы бомб, гул танков и погибшие товарищи. Все вспоминается, как страшный сон. Два месяца подряд, каждую ночь, Александр Васильевич ходил в разведку. Судьба берегла. Нас послал взвод разведки между двумя полками. Там пространство было несколько, может быть, метров или полкилометра. И мы подползли, ждали, и немцы, несколько, около 10 или 15 танков направили на нас в группу. А у нас ни гранат, ничего не было. Вот, окружили нас и начали уничтожать. А потом, через 5 минут, наша артиллерия противотанковая ударила, и 5 танков подожгли. Александр Рыбаков чуть было не лишился обеих ног. Восстанавливаться пришлось более полугода. В госпитале под Красноярском. В июле 43-го с палочкой уже участвовал в боях под Курском. Затем был Кёнигсберг. Победу встретил в Германии. Сожалеет, что о послевоенной судьбе многих своих однополчан не знает. И то, что нет военных фотографий. Некогда, говорит, тогда было фотографироваться. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова